Слово Мы подходим к началу 12 главы. Мы подходим к Пасхе в Иерусалиме. И ученики приготовили Христу ужин. Происходит дело в Вифании, и при этом присутствует Мария, Марфа и Лазарь. Я уже говорил вам о том, что не всякие слова о смерти нужно слушать. Не все имеют право учить нас о смерти. Слушайте Священное Писание. Служите слова Иисуса о смерти. Если кто-то начинает вас учить еще, и их слова противоречат Писанию, противоречат Слову Божьему, то понятно кому верить, понятно кому доверять. Мы читаем о том, что он пришел, там приготовили ему вечерю или ужин. Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. И Мария также присутствовала при этом. Вы никогда не замечали, что в Новом Завете мы не находим слов, не находим высказываний тех людей, которые воскрешены Иисусом из мертвых? Тавифа, воскрешенная в 9 главе Деяния апостолов, ничего не говорит. Ничего не рассказывает и молодой человек, которого в 20 главе Деяния апостолов апостол Павел воскрешает из мертвых после того, как тот упал с балкона. Наверное, он сломался без шеи, сломал позвоночник. Ну и так ему и надо, не будет спать в следующий раз на проповеди. Я шучу. Но эти люди ничего не говорят. Сын вдовы. Дочь Иаира. Они ничего не говорят после воскрешения из мертвых, но более того, Евангелие не записывает ни одной фразы этих людей, сказанной ими до воскрешения из мертвых. Особенно это неожиданно, когда речь идет о Лазаре. Я знаю, что мы живем в 2009 году. Я знаю, что это феминистский год. Я знаю, насколько важны женщины. Но факт в том, что в первом веке мужчины были очень важными. Мужчины были считаны очень важными, чем женщины. Конечно, я в курсе, что на дворе 2009 год. Я в курсе той роли, которую играют в жизни женщины. Я в курсе того, насколько важны права женщин. Но понимаете, какая вещь? Во времена Иисуса Христа мужчины были куда важнее, чем женщины. Евангелие цитирует Марию и Марфу, но ни разу не цитирует Лазаря. Почему? Потому что в Новом Завете есть лишь один, кому дозволено умереть и воскреснуть из мертвых и что-то рассказывать, что-то говорить. В Новом Завете есть только один, кому позволено говорить с позиции того, кто прошел через смерть и воскрес. Имя Ему Иисус из Назарета. Иногда говорят о том, какими разными были Мария и Марфа. Марфа служит, Мария слушает. И тогда задается вопрос, мы такие практичные люди, как Марфа, или мы богословы-теологи, как Мария? Что нам больше нравится – учиться или преподавать, или помогать служить? Но на самом деле этим все не исчерпывается. Есть христиане ведь, которые и не слушают, и не служат. Тогда остается вопрос, а Лазарь вообще чем занимался? Просто возлежал и кушал. Кажется, ничего больше о нем здесь не говорится. По крайней мере, во втором стихе именно он возлежит у стола. О Лазаре, пожалуй, мы можем только сказать одно – Иисус любил его и воскресил его из мертвых. А вы знаете, ведь этого достаточно, этого довольна. А небеса вам после этого гарантированы, не так ли? Нет, конечно, всем мы хотим распоряжаться, должным образом распоряжаться данными нам талантами и что-то совершить для Бога. Но про Лазаря мы в этом плане ничего не знаем. Позавчера, вне наших занятий, я поделился с вами проповедью из Евангелия от Луки, 7 глава, с 35 стиха. События там похожи на то, что происходит в начале 12 главы. События похожи, но это не одно и то же. Я думаю, что с Господом это случалось дважды, а то и чаще, может быть даже и более, чем дважды. Я думаю, что со временем именно так женщины хотели воздать ему честь. Мария берет нардовое чистое драгоценное мира, помазывает ноги Иисуса, отирает волосами своими ноги Его, и дом наполняется благоуханием от мира. Вопрос. То есть, как я правильно понял, это не одно и то же событие, что подлежало в доме Симона, фарисея, да? Я думаю, что не одно и то же. На самом деле лучшие библеисты говорят иногда обратно. Они говорят, что да, это одни и те же события. Но, с другой стороны, кто мешает нам предположить, что просто они повторялись снова и снова? Похожие события. Лучший новозаветный ученый, лучший библеист, специалист по новому завету в Соединенных Штатах Америки, говорит о том, что нагорная проповедь в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы и проповедь на равнине в Евангелии от Луки, это одна и та же проповедь. Я не согласен с этим лучшим ученым, это разные проповеди. Все хорошие учителя повторяются иногда. Все хорошие учителя повторяются. Все хорошие учителя повторяются. Трижды повторил. Иисус вполне мог бы проповедовать одну и ту же проповедь в другом месте. И люди вполне могли приходить к Иисусу в похожем поклонении. Кстати говоря, даже одни и те же люди несколько раз. Но настоящие ученые со мной в ответе на этот вопрос не согласятся. Несколько минут назад мы с вами говорили об ароматах, запахах. Мы читаем о том, что благоуханием от мира наполнился весь дом. Мы порой забываем о том, что у этих людей еще не было водопровода. Нельзя было нечистоты спустить в канализацию. Отходы жизни иногда выбрасывали просто за окошко. Поэтому вони в мире было предостаточно. Я очень люблю Румынию. До Второй мировой войны Бухарест называли Парижем Восточной Европы. А христиане Румынии, особенно баптисты, это особые люди. Но во времена социализма более мерзкого, более противного места, чем Румыния, сложно было бы себе представить. В социалистические времена я приезжал неоднократно в Румынию и, в частности, заходил там в парикмахерскую. Даже тогда, когда с волосами у меня было все в порядке и постригаться мне было не нужно. Вот просто, когда у меня выпадала свободная минутка, мне нечего было делать, нечем заняться, я просто шел в парикмахерскую и там так и сидел. Потому что во всем остальном городе за пределами парикмахерской воняло отвратительно. А хороший запах, хороший аромат, это, пожалуй, один из лучших подарков. Она поклонялась Богу. И в результате весь дом наполнился ароматом, благоуханием. От этого поклонения, дар этого поклонения получили и окружающие люди. Вот и мы с вами, когда мы научаемся по-настоящему славить Бога, нашим поклонениям мы не только приносим дар Богу, мы благословляем и окружающих людей. Псалмопевец молит Господа и просит, чтобы молитвы Его были как курение, как благовоние для Господа. А дым от жертвоприношений называется угодным пред Богом, ароматом угодным пред Богом. И вот Иуда, который, как мы уже узнаем в четвертом стихе, задумал продать Христа, начинает ныть. Зачем мы тут деньги разбазариваем? Эти деньги можно было пожертвовать бедным. Никакого спасения Иуда не терял. Никакого спасения у Иуды и не было. Была ли у Иуды власть совершать чудеса? Да, была. Была. Тогда непонятно, зачем Иисус наделил такую властью у человека, не получившего спасения, человека не спасенного. Короткий, кратчайший ответ на этот вопрос состоит из двух слов. Не знаю. Но все равно хочу предположить. Может быть причина та же, по которой некоторым неверующим Бог дает долгую жизнь, много лет жизни, а каких-то из верующих забирает очень быстро. Может быть по той же причине, что у некоторых неверующих очень высокий IQ, а низкий IQ у кого-то из верующих. Может быть по той же причине, по какой некоторых неверующих он наделяет огромными богатствами, а некоторых верующих держит в бедности. Но нам уже сказано в 6 главе, что Иуда о дьяволе. А теперь в 12 главе мы узнаем, что все это время он подворовывал. Никакого спасения он не терял в конце этой истории. Он не имел его с самого начала. Не нужно думать, что Иуду заинтересовали деньги к концу истории, когда он понял, что можно заработать 30 серебряников, продав Иисуса. Деньги его интересовали с самого начала. Деньги его интересовали все это время. И все это время именно деньги были той мотивацией, которая заставляла Иуду идти за Иисусом. Иисус говорит, что нельзя служить Богу и мамоне, Богу и богатству. Вам что нужно? Вы что хотите? Обрести самого Бога или все то, что, как вы точно знаете, Бог силен вам дать? Мы любим самого дарителя или только его дары? На сайте tvseminary.com Одна из самых грустных вещей, в том, что быть пастором, это жить достаточно долго, чтобы увидеть, что некоторые из людей, которые вы думали, что были интересны в Бога, были просто интересны в деньги все равно. Я пастор. И вот что меня удручает. Меня удручает снова и снова видеть людей, которые, как мне казалось, служат Богу. А потом вдруг выясняется, что интересует их, по большому счету, только деньги. И сейчас проявится подлинная сущность Иуды. Я рад, что Иуда начал ныть и выступать, потому что если бы он вдруг не заныл, то не было бы ответа Иисуса в 7 и 8 стихе 12 главы. Точно так же, как я рад, что до Марфы не все и не сразу дошло. Потому что если бы до нее дошло все и сразу, то не было бы его великого и великого слов «Я есть». В Иоанна 11, 25. В 7 стихе Иисус сказал «Оставь ее, она сберегла это на день погребения моего». Сегодня сестра задала вопрос, насколько враги Иисуса понимали, на кого они поднимают руку. Вопрос блестящий, но его можно обратить и по-другому и спросить о друзьях Иисуса. Насколько они понимали, кто такой Иисус? Когда они это поняли? Когда они это осознали окончательно? Иисус говорит, что Мария помазала его на погребение. Что он имеет в виду? Иисус, я думаю, среди прочего имеет в виду следующее. Меня будут погребать, меня погребут в спешке, в терапях, потому что будет наступать суббота, нужно будет устроить погребение как можно скорее. И не смогут меня помазать, не смогут совершить за мной все те ритуалы, которые положено совершать при иудейском погребении. Так, чтобы совершить помазание сейчас, это, в общем, даже неплохо, потому что тогда, накануне субботы, на это уже не будет времени. Я думаю, в этом часть смысла его слов. А Мария? Зачем же она все это делала? Я думаю, что Иисус дает нам разрешение признать, что Мария очень и очень многое понимала. Недавно я говорил вам, что я консерватор в плане новозаветного учения. О роли, допустимой роли, официальной допустимой роли женщины в церкви. Но если речь идет не об официальном участии в церкви, в церковном служении, а о том, что они очень многое понимают. О том, насколько женщины умеют поклоняться Богу. О том, насколько женщины чувствуют, понимают, осмысливают богословие. О том, насколько женщины понимают духовные реалии, понимают духовного мира. То в этом плане могу сказать, женщины намного, намного обошли мужчин, они намного впереди мужчин. Помните, женщины последними остались у креста и первыми пришли ко гробнице. Помните, при том, что в мире сегодня в церквях мало людей ходят, мало верующих ходят на молитвенные собрания. Большинство из участников молитвенных собраний – женщины. Помните, что в большинстве самых трудных, самых опасных миссионерских точек мира, большинство миссионеров там женщины. До Марии дошло. Я думаю, что Мария поняла, что когда Иисус украли своего брата из мертвых, его брата, который с ним ехать, даже несколько дней назад, он мертв, я думаю, что Мария поняла, что эта воскресенье не было просто отдельное письмо, которое не было ничего. После того, как Иисус воскресил ее дорогого и любимого брата, и теперь ее брат, который раньше, еще несколько дней назад, лежал в гробу, теперь возлежит за этим ужином, за этим столом, после того, как все это произошло, Мария поняла, что воскресенье Лазаря – это не просто дешевый фокус, который Иисус проделал вот так, просто ради того, чтобы показаться. Я думаю, что Мария услышала в словах Иисуса, обращенных Лазарю, «Лазарь, выйди вон, Лазарь, выйди из гробницы и выйди из гроба». Она услышала и вторую часть этих слов. «Лазарь, тебе можно выйти из гроба, потому что я войду в гроб». Она прислушивалась к его учению. И поняла, что ему предстоит отдать жизнь. А потому и в ее поклонении мы видим предвестие смерти и погребения Иисуса. Слава Богу за восьмой стих. Есть ли, переведены ли на русский язык книги Джона Чарльза Райла? Джон Чарльза Райла. Да. Есть ли комментарии Райла, мысли Райла по поводу Евангелия, комментарии на Евангелие? Обязательно возьмите и прочитайте. Я не ученый, читаю я только по-английски, по большому счету. Но из всех англоязычных комментариев, пожалуй, лучшие комментарии на Евангелие написал именно Джон Райл. Он был англиканином, первым епископом ливерпульским, блестящим проповедником Слова Божия. Некоторые из вас задавали мне вопросы, а что если посмотреть с такой точки зрения или с другой точки зрения, а что если так, а что если иначе? Практически во всех новозаветных фрагментах, где возникают различные интерпретации, Райл оценит эти интерпретации, сравнит их и обдуманно выскажет свое мнение. Невозможно представить себе более мудрые, более полезные книги по интерпретации, по толкованию Священного Писания, чем толкование на Евангелие Джона Райла. Вот сейчас на доске вы видите даты жизни Райла. Жизнь Райла захватила последние три четверти XIX века. В восьмом стихе, как говорит Райл, Иисус развенчал сразу два величайших мифа, которые мешали людям XIX века увидеть Евангелие. Один называется мифом о социализме, то есть о том, что правительство, что государство может положить конец вечности. Идея социалистического мифа говорит о том, что если у богатых все отобрать, а потом поделить, то бедных не останется. Большинство интеллектуалов в англоязычном мире верили в этот миф даже в начале XX века. Джордж Бернард Шоу, подъезжая к границе Советского Союза, когда собирался посетить Советский Союз, взял и выбросил заранее заготовленные бутерброды в окно поезда. Со словами, не нужно нам туда везти свою еду, там у них еды достаточно. Линкольн Стефанс, известный писатель, посетивший Советский Союз, после этого посещения сказал, я видел будущее и оно действует. И оно есть уже сейчас. И люди, как Шау, который смерть в 1950, и люди, как Герберт Джордж Уэллс, который смерть в 1946, они действительно верили, что поведение закончится. И не будет больше плохих людей в мире, потому что мы обнаружили социализм. До самой своей смерти в 1950 году Бернард Шоу и в 1946 году Герберт Уэллс полагали, что с проблемой бедности покончено, потому что теперь есть социализм. Они, кстати, считали, что с войнами покончено. Прошли годы, а в мире есть и бедность, и войны. В Евангелии от Матфея, 24-я глава, Иисус говорит, всегда будут войны. В Иоанна, 12-я глава, Иисус говорит, всегда будут нищие. Так вот вопрос. Как же так, необразованный иудейский плотник первого века лучше понимает век 20-й и 21-й, чем люди, получившие в этом 20-м и 21-м веке образование и достигшие большого общества, высокообщественного положения? Хороший вопрос. И, пожалуй, я даже знаю, как на него ответить. Я просто предполагаю, что он знает этот мир, потому что он этот мир сотворил. Я предполагаю, что он проявляет всеведение, потому что он всеведущ. Потому что он и есть Сын Божий. Итак, это первый миф, экономический миф, миф о социализме. Но Иисус разбирается и развенчивает и другой миф. Это религиозный миф преосуществления, миф католической мессы. Есть момент во время католической мессы, католического служения, когда предполагается, что хлеб перевоплощается, перевоплощается в тело Иисуса Христа. И хлеб становится телом Христовым. Но логически это означало бы, что Иисус Христос своим телом всегда присутствует с нами. А меня не всегда будете иметь, говорит Иисус в 8 стихе. Придет время, когда меня с вами не будет. Райл провозглашает, что в одном стихе Иисус не спровергает, развенчивает сразу два мифа. Один социально-политический, а один религиозный. В 9 стихе мы узнаем, что и соседи узнали о том, что Иисус пришел в этот дом. И стали заходить на огонек, стали собираться туда. Не только для того, чтобы Иисуса увидеть, но и для того, чтобы увидеть Лазаря. Потому что они знали, что Лазарь был мертв, а сейчас воскрес. А что теперь делать врагам Иисуса? Так, нужно избавиться от свидетельства, избавиться от свидетеля. Убить Лазаря. Друзья мои. Не сомневайтесь, вот в чем. Если вы своей жизнью активно свидетельствуете, ярко свидетельствуете о том, что Иисус Христос воскрешает мертвых. О том, что Иисус Христос прощает грешников. О том, что Иисус Христос восстанавливает жизнь людей. О том, что Иисус Христос меняет этот мир. Тогда люди, которые предпочли слушать не Бога, а дьявола, будут готовы погубить и вас. В 10 стихе и иудеи намереваются убить Лазаря. Потому что в 11 стихе мы узнаем, что те люди, которые услышали о воскресении Лазаря, увидели Лазаря воскрешенным, начали веровать в Иисуса Христа. Они говорят, какие еще доказательства мне нужны. И так все понятно. Субтитры создавал DimaTorzok